Привет! Старый флагман или новый бюджетник? Яйцо или курица? Пицца или роллы? Вставать сейчас или полежать еще 5 минут? Какой еще сложный выбор не дает вам покоя? А прямо здесь и сейчас вы узнаете, что лучше? Старый флагман, на роль которого был выбран Xiaomi Mi 9 2009 года выпуска? Или новый бюджетник, в лице которого выступает Xiaomi Mi 11 Lite? Делайте ваши ставки, господа! Начнем сравнение, конечно же, с цен. Новенький Xiaomi Mi 9 все еще можно купить за 29 тысяч рублей, но сравнивать мы будем, конечно же, с былым вариантом, цена которого варьируется от 10 до 25 тысяч в зависимости от состояния. Xiaomi Mi 11 Lite 27 тысяч, хотя можно найти и подешевле. Не стоит привязываться к этим двум конкретным смартфонам, потому что здесь и сейчас мы стараемся определить главное. Стоит ли рассматривать вообще старый флагман? Если у вас есть условно 20-30 тысяч рублей на покупку смартфона. Начнем с дизайна и материалов. И тут все крайне просто. Да, вы можете рассчитывать на стекло и металл у флагмана, вот только если это будет БУ модель, то будьте готовы к царапинам. Как видите, весь корпус просто в сопле, и даже вот к такому. Сколы, падения явно были при использовании. С другой стороны, все современные смартфоны от 15 плюс-минус тысяч также делают из хорошего стекла и металла. Плюс, что важно, зацените сам дизайн у Xiaomi Mi 11. Он крайне современный, он вообще довольно стильный, гаджет очень тонкий. Вы просто зацените реально его толщину. Вот как-то так. Он сильно тоньше, потому что здесь покатые края, и кажется, именно эффект создается, что он тонкий. На самом деле, не совсем так. Здесь же просто прямой тонкий корпус. В общем, здесь победитель, как мне кажется, очевиден. Приглядываясь к старому флагману, будьте готовы получить не самый лучший экран. Простой пример. Это Xiaomi Mi 9, и два года назад он был очень хорош здесь. AMOLED на 6,39 дюйма, Full HD+, разрешение, но частота 60 Гц, и все это прикрыто Gorilla Glass 6. И надеюсь, на камере будет хорошо видно, что стало с этой самой Gorilla Glass 6 за все эти годы. То есть, здесь нет вообще ни одного живого места. Он зацарапан абсолютно полностью при учете бережного использования. А вот на верхеньке Xiaomi Mi 11 Lite, прямо из коробки. Имеем AMOLED на 6,55 дюймов, при этом, я думаю, вам хорошо заметно. Они, по говори, там практически одинаковые, но рамки сильно тоньше вот здесь, поэтому здесь и больше дисплей, как бы смогли вместить. Здесь Full HD+, разрешение. Здесь, конечно же, естественно, как в любом современном, наверное, телефоне, здесь экран уже, насмотрим сюда, на 90 Гц, что, в принципе, очень даже сильно заметно. И Gorilla Glass 5 сверху. Так что через пару лет экран, скорее всего, будет точно такой же. Наглядная разница у вас на экране, и если картинку сравнить довольно тяжело, все-таки и там, и там примерно одинаковые данные, то вот частота обновления экрана делает свое огромное дело. Разница между даже 90 и 60 Гц заметна просто невооруженным взглядом. 2.0 в пользу бюджетника. В пункте про производительность старый флагман уж точно должен отыграться, потому что здесь стоит старый добрый Snapdragon 855 с графикой Adreno 640. Это прям топовый процессор на момент выхода. И, конечно же, по памяти здесь 6 и 128. У Mi 11 Lite все заметно поскромнее. Здесь Snapdragon 732G, всего лишь навсего Adreno 618 отвечает за графику, и те же 6 и 128 по памяти. Тесты! И это Antutu. Здесь все прямо-таки очевидно. 855 Snapdragon у Mi 9. Это просто отличный процессор, даже спустя 2 года 500 тысяч баллов. У Mi 11 Lite все на самом-то деле тоже не так уж и плохо. 350 тысяч. Разница существенная, но не грандиозная. А вот что имеем в троттлинг-тесте. У Mi 9 постоянные провалы, но в основном график идет по верхней линии. У Mi 11 Lite явно намечен спуск к концу теста, который продолжится на более длительной дистанции. На практике оба смартфона присправляются вообще с любыми задачами внутри системы. Тем более, оптимизированная MIUI 12.5 и тут, и тут стоит, поэтому телефоны просто замечательно себя ведут. Про какие-то жесткие фризы вы не увидите и не услышите никогда, а микролаги, что-то прям совсем-совсем простенькое, встречается, ну, крайне-крайне редко. Тем более, что вот здесь стоит 90-герцовый кран, и вот это сильно заметно при использовании системы. Вам будет гораздо комфортнее, чем на 60-ти герцах. Это прям заметно очень-очень сильно. Но что с играми? На ваших экранах самая тяжелая мобильная игра. Это Fortnite, это Xiaomi Mi 9. И смотрим, у нас доступно здесь 60 кадров, что очень даже круто, но 60 кадров доступны только на уровне графики высокой. На эпическом уже 30 кадров, поэтому тестить будем именно в 60 кадров, разрешение 3D, и сразу же залетаем просто в бой. Очень даже неплохой графон, как для мобильной версии Fortnite. Все прям очень даже замечательно. Плюс ко всему, вы самое главное можете видеть на экране. 63, то есть плюс-минус 50 кадров у вас будет стабильно. Да, бывают микрофрезы, которые особо в бою не мешают, вот как сейчас это было. Не то, чтобы сильно это прям портит впечатление от игры, но иногда случается, об этом нужно сказать. Именно поэтому именно флагманский смартфон, даже старый флагман с мощным процессором, более оптимальное решение для каких-то тяжелых задач, типа вот игрушек. Собственно, мы вот это сейчас все и делаем. И так, что еще же здесь можно рассказать? Да, фризы прям бывают, но если вы поставите более простой графон, то все будет сильно лучше. Или, например, даже вы не будете напрягать смартфон настолько жестким количеством FPS. То есть сейчас он прям пытается, старается делать так, чтобы у вас все держалось в районе 60. Конечно же, это не всегда получается. И что самое главное, он довольно-таки неслабо греется. Опять же, мощные процессоры не всегда хорошо оптимизированы. У Xiaomi Mi 11 Lite, конечно же, все сильно попроще. Здесь у нас максимум 30 кадров, вообще без вариантов. И настройки только либо средние, либо низкие. Выбираем максимально из доступного. И опять же, отправляемся в бой. Ну, конечно же, да, графон здесь заметно попроще. Но при этом FPS держится в районе 30-ки более-менее стабильно. Это прям очень даже сильно радует. То есть, в принципе, вы поиграть сможете и тут, и там. Там это более, наверное, комфортно. Ну, потому что там все-таки гораздо более мощнее процессор. Здесь же это все равно возможно. И побеждать можно и тут. Я брал первые места без проблем. Как видите, использую вот такую вот штуку. Подключается она к любому смартфону или планшету, у которого есть USB-C разъем. Довольно классный геймпад. Так, я вроде бы кого-то видел. Ну, ладно, сейчас мы тут не об этом. Играется прям замечательно. 31 FPS. Максимум 29 минимум. В общем-то, вполне себе очень стабильно. Я вам скажу, 30 кадров. Самую скучную часть теста постараемся пробежать быстро, но наиболее информативно. У каждого смартфона по 3 тыльных модуля камеры и по одному селфи модулю. С него и начнем. У Mi 9 фотография слева, 20-мегапиксельный модуль. У Mi 11 Lite 16-мегапиксельный, фотография справа. И я думаю, здесь даже комментарии, в принципе, излишни. Взял именно ночное селфи, взял одинаковые абсолютно настройки камер. То есть, включен режим искусственного интеллекта. И вы видите, что на фотографии слева, у Mi 9-го, все просто крайне ужасно. Фотография рыхлая, большое количество шумов. Весь свет на заднем плане не задавлен. Поэтому никаких деталей вообще, эту фотографию нельзя нигде использовать. При этом, у Xiaomi Mi 11 Lite, с гораздо более меньшего разрешения, напоминаю, отличная фотка. Она яркая, она сочная. Здесь есть детальки, не только на теле человека, то есть, меня в данном случае. Но и на заднем плане тоже можно хоть что-то разглядеть. То есть, эту фотку вполне себе не стыдно выставить куда-то в соцсети. Основной модуль у Xiaomi Mi 9 фотографии, опять же, слева, это Sony MX586 на 48 мегапикселей. В противовес ему идет 64-мегапиксельная матрица у Mi 11 Lite. Фотография, конечно же, справа. И я думаю, вы прекрасно сейчас видите, опять же, разницу. Смотрим на елочки. Слева у Mi 9 это просто какое-то цветовое месиво. Смотрим на автомобиль на заднем фоне. Он зеленый. Хотя, на самом деле, он более темный, черный, я бы даже сказал. И у Mi 11 Lite это четко видно. И опять же, все листочки, все даже иголочки особо не видны на елках. Но, тем не менее. Смотрим на листья. Опять же, у Mi 9 это просто какое-то месиво. А у Mi 11 Lite это прям-таки, в принципе, различимый. Можно их пересчитать, если будет какое-то в этом желание. Еще один пример. Опять же, Mi 9 слева, а Mi 11 Lite справа. И здесь я бы хотел обратить внимание на цветопередачу. Все в жизни так, как показал Mi 11. То есть, это более-менее вот такая серая плитка. Более-менее желтые листья и все прочее. У Mi 9 просто все ушло в желтизну. Фотография безумно желтая. И это видно просто даже невооруженным взглядом. Даже по побеленным деревьям. Здесь слева все желтое. Здесь справа все белое. Это прям-таки очевидно. Ну и закрепляет преимущество фотография ночная. Опять же, Mi 9 слева. И вот приближаем эту прекрасную фею. Mi 11 Lite справа. Здесь, я думаю, вы прекрасно все видите. Опять же, ничего не получилось сделать. Ни в ночном режиме у Mi 9, ни в обычном вообще. Вы видите вот эту землю, траву. Я бы даже сказал в самом начале. Она темная на Mi 9 и абсолютно светлая. Можно даже, опять же, различить отдельные листочки на Mi 11. Задний фон также хорошо заметен именно на Mi 11. И до самой фигурки просто можно заценить. Они хорошо... У них есть контур. Фотография резкая. Все нормально. Mi 9 просто все размыл в какое-то мыло. Здесь ничего не понятно. Здесь ужасные засветы. В общем, по камерам победитель явно Mi 11 Lite. По ширикам расклад такой. У Mi 9 16 мегапикселей. У Mi 11 Lite 8 мегапикселей. В два раза меньше, то есть. И здесь ситуация прям один в один такая же, какая у основных модулей. Даже останавливаться на этом не будем. А вот с автономностью у нового смартфона почти всегда будет преимущество. Потому что, если вы покупаете старый флагман, а именно БУ, то, скорее всего, у него будет ушатанная батарея. И если даже не ушатанная, то явно поношенная. Собственно, вот этот конкретно смартфон за два года пришел к тому, что разряжается уже к обеду. В 12.00, если им активно пользоваться, то все, он идет прямо в ноль. Mi 11 Lite не рекордсмен по батарее. Здесь всего 4250 мАч. Но этого хватает на полные сутки. Еще и прям с серьезным запасом. Простая статистика. Тест воспроизведения видео с максимальной яркостью по Wi-Fi. У Mi 9 4 часа. У Mi 11 Lite почти 10 часов. Зарядку оба поддерживают быструю. Тут нет вообще ничего интересного. Но у флагманов, как правило, есть еще и беспроводная зарядка. У бюджетников такое встречается крайне-крайне редко. Ну и по мелочи. У Xiaomi Mi 11 Lite есть стереодинамики, Wi-Fi 5, TK-порт, Bluetooth 5.1, NFC, Type-C 2.0 и все, что должно быть у смартфонов в 2021 году. Флагман также снабжен целой кучей фишек, но они были актуальны на момент релиза. Тут нет стерео, более старый Bluetooth, никакого 5G, HDR10 и всего прочего. Так что самой главной фишкой старых бюджетников является производительность. Ну и за редкими исключениями, камера. Так что если вы будете выбирать, то обязательно опирайтесь на это. Пишите в комментах, между какими смартфонами вы выбираете прямо сейчас. Постараюсь вам в этом помочь. Ну и если остались вопросы конкретно по вот этой парочке, то также задавайте их, обязательно на них отвечу. На этом все. Не забывайте ставить комменты и писать лайки, если видео понравилось. А если нет, то ставьте дизлайки и вот это вот все прочее. Увидимся в следующем видео, если ткнете на соответствующий значок.